Туби Мега! Всем привет, дорогие друзья! Сегодня будет обзор на ноутбук от компании Tecno, модель, которая называется Mega S1. Mega Book S1. Это очень продвинутый ноутбук с отличными характеристиками. Можно сказать, что флагманский ноутбук ценой около 100 тысяч рублей. Да-да, это можно сказать флагман, премиум, мощь, стиль. Ну, в общем, это просто какой-то невероятный ноутбук от компании Tecno. Я знаком с компанией Tecno по их крупным телефонам. Они делают топы за свои деньги. И вот они делают также ноутбуки. Ну что ж, давайте открывать коробку. Поставляется он вот в такой коробочке. Туби Мега. Здесь название модели Mega Book S1. Здесь нарисован сам ноутбук. Здесь основная информация. Сделано в Китае в пятом месяце 23-го года. И вот тут основные характеристики. Здесь установлен процессор Intel i7 1260P. 16 гигабайт оперативной памяти. 1 терабайт быстрой SSD памяти. Видеографика от Intel. Это Iris Xe график. Диагональ экрана 15,5 дюймов. 6600 мА батарея. И предустановленная уже Windows 11 из коробки. Итак, распаковка. Вот он наш сам ноутбук. Упакован такую вот защитную как бы эту пленку серого цвета, естественно. Логотип Tecno зеркальный. Открываем. И здесь мы видим тоже защитную такую тряпочку, чтобы не царапался монитор. О, клавиатура, там еще что-то. Куча разных ноутбуков. Здесь информация о том, что Intel i7. Графика Iris. Также здесь основные плюсы. Это то, что здесь премиум корпус из магниевого сплава, изготовленный по технологии Iceless Craft. Супер ультратонкий, полулегкий. Это что за полулегкий вес, что ли? Полулегкий, как будто в спорте вес. Экран Super Vision Mega. 3,2К. 120 Гц. 16 к 10. Экран здесь 120 Гц, ребят, представляете? 6 динамиков. Аж целых 6 динамиков. Система охлаждения с двойными вентиляторами. Ice Storm. Сверхбольшой кулер, да? Умная многофункциональная камера с искусственным интеллектом. И DTS Sound еще. TUE Freeland. Сертификация экрана, чтобы глаза не уставали. И огромный, просто нереально огромный тачпад, который занимает, ну, наверное, половину нижней панели. Это уж точно. Посмотрите, какой он гигантский просто тачпад. Просто нереально здоровый. Клавиатура черного цвета. Ход клавиш не такой уж большой, ну, примерно, как на всех ноутбуках. Справа кнопка включения. Здесь у нас, как я понимаю, вырезы под динамики. И с задней стороны задней крышки тоже есть вырезы под звук. Вот они. Здесь, как я понимаю, два динамика. Здесь два динамика. Это для охлаждения, для лучшего, чтобы ноутбук дышал. Здесь информационная наклейка, что сделано в Китае. Так. И резиновые такие, как бы, подножки. Ну, подставки, на которые будет опираться ноутбук, когда стоять на столе будет. Чтобы он не лозил, не скрипел. Такие резиновые, мягкие, как бы, подставки. Вот и все. Разбирается он. Откручиваются вот эти вот винтики. И снимается задняя крышка. Но разбирать его сегодня не буду. Батарея здесь не съемная. Батарея уже установлена туда, в корпус. Еще в комплекте у нас должна быть зарядочка. И, наверное, все. Так. Зарядка и кабель. Ой. Немножко порвал, блин. Потяну и порвал. Так. С этой стороны открывается. Ну, и да. Действительно, здесь есть зарядный блок. Блок. Вот такой вот примерно, как на телефонах. Слушайте, вообще реально. Вот это зарядный блок для ноутбука, как на телефон зарядка. Маленькая, компактная. 65 Вт всего. Gen-зарядка. Это современное поколение, которое не греется и очень энергоэффективное типа. На телефон тоже можно такую зарядку купить. И USB Type-C кабель. USB Type-C кабель. Это двухсторонний Type-C кабель. То есть, с одной стороны Type-C входит в блок питания, с другой стороны в сам ноутбук. Вот, собственно, и все. Зарядка реально как от телефона. Маленькая, мало места занимает. С собой куда-нибудь ее удобно будет брать. Не будет тяжелой и много места занимать в вашем портфеле или в сумке. Так. Ну, пожалуй, зарядочка нам или понадобится. Давайте я ее сейчас пока достану. Может, она мне пригодится. Не буду ее убирать далеко. Так. А вот коробку можно убрать, пока она нам не понадобится. Теперь перехожу к самому ноутбуку. Посмотрим, какие здесь разъемы. Что сюда можно поставить. Ой! Я люблю, когда много разъемов. Ноутбук. Значит, здесь два Type-C и HDMI. Индикатор. Ну, тут светодиодик. С левой стороны, с правой стороны у нас USB-A. Разъем для наушников. И микро-флешку, ридер, микро-SD-шки сюда вставляются. Можно прочитать. Ну, с одной стороны, вроде как по разъемам все необходимое, минимальное необходимое есть. Так. Но нету здесь этого Ethernet-кабеля, который напрямую вставляется в комп, например, от роутера. Этого кабеля здесь нет. То есть предполагается, что большую часть времени вы будете по Wi-Fi сидеть. Ну, можно, конечно, переходник купить. Но все-таки с такими ноутбуками все сидят в основном через Wi-Fi. Тест на открывание одной рукой. Берем палец одной руки и пытаемся открыть ноутбук, не придерживая крышку другой рукой. И он проходит этот тест. Он реально легко открывается. Смотрите, это очень удивительно. Он реально открывается одним пальцем. Обычно, когда ноутбуки открываешь, они вот так вот начинают открываться вместе с нижней крышкой. А здесь такого нет. Здесь низ стоит ровно. Так, ну что ж, все, пожалуй, нужно включить ноутбук. Я смотрю, какой здесь экран. Экран здесь не глянцевый. Мне нравится, что он матовый. Не будет бликовать. То есть он матовое покрытие имеет. И вот такую вот тонкую рамку пластиковую по краям. Также здесь у нас вверху установлена веб-камера. Сейчас вам покажу ее. Вот она, веб-камера. Вебка-вебка. И она имеет еще шторку, которая задвигается. То есть, чтобы вдруг вам там... Ну, не хотели, чтобы вас кто-то видел. Раз. Задернули ее. И все. И вы уже знаете, что никто вас там уже не увидит. А это, как я понимаю, это что, датчик какое-то освещение или чего? Это микрофончик. Ну, в общем-то, прикольно. Да, вот с такой вот шторкой. Интересно, да? Раз и все. Так, ну что ж. Момент истины. Включение ноутбука. Зажимаю кнопку питания. Так, ее надо, наверное, подержать, да? Да, все, подержал. Здесь вот у меня загорелось. Все, все, все. Появился логотип Tecno. Ноутбук включается. Ребятушки, ноутбук включился. Я сейчас смотрю максимальную и минимальную яркость. Это вот минимальный уровень яркости. Это максимальный. Можно регулировать яркости на верхней клавиатуре, на кнопки F. F2 и F3. Также можно отрегулировать на F1 яркость клавиатуры. Но сейчас у меня тут светло. Не будет видно, что клавиатура подсвечивается. И отрегулировать, конечно же, звук. Плюс-минус. Установлена уже винда 11, полноценная Windows 11. Я уже поставил сюда GTA-шечку. Проверить, как будет тянуть этот ноутбук GTA-шку. Потому что железо реально мощное. Реально мощное. i7 процессор, ребята, это не шутки. Он должен тянуть все. И что еще можно проверить? Так, да. Что я хотел, это, конечно же, проверить подсветочку все-таки. Но перед этим я взял ноутбук в руки. И могу сказать так, что одной рукой я его могу держать. Конечно, он не весит так много. Ну, где-то около полутора килограмм, мне кажется. Но желательно его держать двумя руками. Если в собранном состоянии, вот так, то так можно носить его прям подмышкой. Вот так вот его взять и вот так вот носить. Вот так очень удобно с ним ходить. Вообще тогда он не ощущается. Очень удобно. Так, ну и тест, войдет ли он в стандартный рюкзак, портфель. Давайте посмотрим. Ну, в принципе, должен войти. Это обычный рюкзачок. Такого привычного размера. Да, он входит легко. Даже место остается. Застегивается. И можно идти куда-то отправляться в путешествие. Все. В рюкзак он входит. То есть, с собой его можно будет взять в рюкзаке. Вот, пожалуйста. Итак, ну что ж. Я переместился в темное место. И посмотрите, сколько здесь степеней подсветки. То есть, вот она выключена подсветка. Это первая степень подсветки. Включена на самый минимальный уровень. Второй уровень подсветки. И третий. Третья самая максимальная. То есть, вот в полной темноте, естественно, все видно. Все видно. Все куда-то нажимаешь. Все видно. Еще раз нажимаю. Бац. О, четвертый уровень есть еще. Подождите. Нету. Первый. Второй. Третий. Четвертый. Да, четыре степени подсветки. Оказывается. Нифига себе. Это самый легкий. Все равно все видно. Второй уровень. Третий. И четвертый. А еще здесь есть такая важная функция, как сканер отпечатков кнопки питания. То есть, чтобы постоянно не вводить какой-то свой пароль, я просто сюда палец прикладываю и планшет беру. Ноутбук разблокируется, потому что я уже занес сюда свой отпечаток. Сейчас вот еще раз нажал спящий режим. Беру. Касаюсь. Хоп. И все. Разблокировка происходит. Итак, сейчас я проверяю разъемы на ноутбуке. Можно его как в один разъем Type-C всовывать. Он будет заряжаться. Вот сейчас пошла зарядочка. Так и во второй разъем, который ниже находится, тоже работает зарядка. Вот раз. Пошла зарядка. Все. То есть, заряжается от двух разъемов. Даже если один у вас вдруг придет в негодность со временем, у вас будет запасной разъем для зарядки Type-C. Вот. От двух разъемов заряжается. Видите? Два разъема. Их разделяет HDMI. В любой тыкаете. Он в любом будет заряжаться. Раз. И все. Зарядка пошла. Итак, что у нас здесь по экрану? Экран стандартной диагонали 15,6 дюймов. Такая диагональ, наверное, самая популярная среди современных ноутбуков. Самая удобная, с одной стороны. Вроде как и не сильно большой, но и не маленький, чтобы удобно было и работать, и в игры играть, и потреблять контент. Диагональ здесь стандартная, но вот частота обновления повышенная. 120 Гц. Это значит, что монитор у нас суперплавный, суперкрутой. Ну, как в телефонах сейчас тоже пошла мода на плавные экраны. И разрешение 3,2К. То есть, сверхчеткий экран. Пиксели вообще незаметны. Я смотрю на него, и он максимально четкий, да еще и с матовым покрытием не бликует. То есть, один из самых лучших, наверное, сейчас экранов, который только можно сделать. Боковая рамка чуть поменьше, чем верхняя рамка. И, конечно, меньше, чем нижняя рамка. Нижняя рамка самая большая. Потом идет верхняя, и самые тонкие – это боковые рамочки. Сенсорного управления на экране здесь нет. Все управление с помощью клавиш и с помощью тачпада. Но тачпад здесь просто нереально удобный, здоровенный. По нему хорошо скользит палец, удобное покрытие. Оно, с одной стороны, матовое, но все равно по нему палец скользит нормально. То есть, можно взаимодействовать, можно работать. Щипки всякие делать. Ну, то есть, вообще, даже мышку можно не покупать. Если только в игры играть, да, в какие-нибудь шутеры, то там, понятно, на тачпаде не наиграешься. Лучше купить мышку или, там, прицеливаться, что-то еще делать, какие-то взаимодействия с игрой. Тогда мышку можно. А так, для работы, для просто вебсерфинга мышка даже не нужна. Знаете, сколько весит этот ноутбук? Всего 1 килограмм 350 грамм. Это очень легкий ноутбук. Я сейчас сравнил со своим старым, и этот, конечно, намного легче, намного приятнее его держать в руке. И толщина у него 13,5 миллиметров всего лишь. Также этот ноутбук имеет на выбор два цвета. Это галактический серебристый и космический серый. Максимальная яркость здесь 450 нит. Ну так, давайте посмотрим сейчас, что у нас по железу. Первым делом, конечно, зайдем в информацию о железе. Я обычно это делаю с диспетчера задач. Не знаю, кто-то смеется, но в диспетчере задач очень много указано всего. То есть, если зайдем в производительность, здесь сразу видна и модель процессора, и сколько у него ядер. Но здесь не все так просто с ядрами. Сейчас попозже объясню. 16 гигов оперативки. То есть, в целом уже этого хватит надолго. Я думаю, добавлять не надо. Сейчас этого хватает. Дальше SSD-шник. SSD-шник быстрый. Есть Wi-Fi и графика от Intel. Что за процессор? Что это за процессор? Что это за камень такой? Это специальный процессор для тонких ноутбуков, но с активным охлаждением. Здесь тоже у нас активное охлаждение. Если посмотреть, то можно здесь разглядеть в отверстиях. Не знаю, сейчас покажу. Ну, слышно хотя бы, во всяком случае, здесь слышно, что там работают вентиляторы, кулеры крутятся. То есть, здесь не просто пассивное охлаждение, а какой-то радиатор стоит, и он типа охлаждает. Нет, все-таки i7 он требует, он требует активного охлаждения, чтобы крутился кулер, охлаждал радиатор и охлаждал процессор. Но для тонких, для тонких ноутбуков. Этот ноутбук очень тонкий, поэтому процессор, в принципе, можно сказать, современный и такой энергоэффективный. У него 4 производительных ядра. Я сейчас вообще в шоке от Intel. У них какая-то такая сложная комбинация, похожа на мобильный рынок. 4 производительные ядра, 8 экономичных ядер и 16 потоков. То есть, как бы 12 ядер, 16 потоков. Вот какая конфигурация. И он многопоточный, а, соответственно, он хорошо подойдет для работы, для приложений каких-то по типу видеомонтажа, фотомонтажа, каких-то графических приложений, где нужна многозадачность, многопоточность. И самое главное, что частота у него повышается. У него базовая частота типа 2.1 повышается до 4.7. То есть, у него может частота подняться до 4.7. Вот как. Также у него доступ имеется к 18 мегабайтам кэша третьего уровня. Поддерживает этот процессор до 64 гигабайт оперативной памяти. Поддерживает уже память LPDDR5, LPDDR4X, DDR4. То есть, он поддерживает уже даже современную память 5-ю DDR-ку. И давайте мы сейчас этот процессор протестируем в бенчмарке. Я хочу его протестировать в бенчмарке Geekbench, чтобы посмотреть производительность на одно ядро и на многопоток. Итак, ну что ж. Вот он Geekbench 6. 12 ядро и 16 потоков. И давайте нажимаю Run CPU Benchmark. Тестирую, кстати, при подключении к сети, потому что если не подключить его к сети, то, возможно, включится там какой-нибудь режим энергосбережения. Знаете, они любят сейчас, если не подключена зарядка, уходить в какой-нибудь простой такой экономный режим. Поэтому я тестирую при подключении к сети, чтобы он уже работал на максималках, так сказать. Все, начался тест Run CPU Benchmark. Сейчас посмотрим, сколько он баллов наберет. Так, ну и вот такие, значит, результаты. 2300 почти в одноядерном режиме. Почти 10 тысяч в многоядерном режиме. Да, Windows 11. Так, ну что могу сказать? Неплохие результаты. Действительно очень много. 2300. Нормально, нормально. Такие вот результаты в бенчмарке Geekbench. Следующий бенчмарк – это проверка скорости памяти. Crystal Mark Info. Crystal Mark. Короче, здесь мы... Crystal Disk Mark. Проверяем скорость внутренней памяти, которая здесь установлена. SSD диск на 1 терабайт. 1 терабайт. Так. Все, поехали. Это я проверяю сейчас диск C, получается. Дать. Ох ты! 5200! Обалдеть! Это уже, конечно, память нового формата. Новой формации. У меня такой еще быстрой памяти не было. У меня на моем компе, по-моему, 500, что ли, мегабайт в секунду или 600. Но у меня обычный SSD диск. А здесь какой-то этот, нового формата уже 5200. Обалдеть! На чтение. Еще идет тест. Интересно, на запись сколько будет вот здесь вот на запись. Ну, поменьше, наверное, будет на запись, конечно. Так. Ну и на запись, да, чуть-чуть поменьше. Скорость. О! Закрутились барабаны, хотел сказать. Вот. Все. Отключились сразу. Только хотел показать вам. Закрутились кулеры. В общем, на запись чуть поменьше. Но все равно скорости очень большие. 5000. 4000. То есть, это самые современные, сейчас самые быстрые, самая быстрая память. Итак. Что по камере? Здесь у нас камера Full HD. Можно никакую вебку дополнительную сюда не покупать. Снимать прямо на этот ноутбук, вести конференции с этого ноутбука, видеосвязь, в общем, и фотаться даже можно вот так вот. Раз. Фоточку. Бац. И когда у вас камера, то есть, запущена, открыта, да, камера, когда работает, у вас вверху горит светодиод. Ну, это как на многих ноутбуках. То есть, вот тут вот вверху, если посмотреть, вон он, горит светодиодик. То есть, если я только сейчас выйду с камеры, бац, светодиод гаснет. Все. Сейчас опять захожу в камеру. Давайте вот тут камера. Открывается камера. И все. Опять светодиод загорелся. Так вот, о чем я хотела сказать по поводу этой камеры, да, в настройках, что мы здесь можем видеть, что камера эта имеет разрешение 2.1 Мп, делает фотографии 16.9, 1920 на 1080. И видеозапись ведется тоже в формате Full HD. То есть, если я нажму видео, могу записать какой-нибудь видосик. Раз, два, три, четыре. Проверка видеокамеры на ноутбуке Tecno. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Так, ну, в настройках можно посмотреть формат видеозаписи. Так, вот параметры видео. Full HD, 30 кадров, 16.9. Можно поставить чуть поменьше качества. Вплоть до 144p всего лишь. Так, и давайте посмотрим, что у нас вышло. Видео. Такой вот видосик. Раз, два, три, четыре. Проверка видеокамеры на ноутбуке Tecno. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Ну, а теперь давайте попробуем поиграть. Поиграть на этом ноутбуке в какую-нибудь игрушечку. Давайте начнем с GTA-шечки пятой. Ага, вот у меня и не получилось поиграть, потому что что-то тут не до конца у меня установилось. Ой-ой-ой-ой. Ну, ладно, давайте GTA 4. Есть запасной вариант. Да, ребят, что-то я не знаю. Что-то я, по-моему, устанавливал. Не получается у меня ни GTA 4 запустить, ни GTA 5. Вот в чем дело. Да, ребята, к сожалению, не получилось у меня почему-то эту игру запустить. Я хочу сейчас протестировать 8К-видео на YouTube. Или хотя бы 4К. Ну, 8К, понятно, у меня интернет, скорее всего, не потянет. 8К уже можно глянуть. А, нет, 8К идет. 8К идет. Это 8К 30 FPS. Ой-ой-ой, какое качество-то. Обалденно. Это сейчас 8К воспроизводится. Все нормально, все тянет. Так, если мы переключимся в 4К, тут уж точно проблем не будет. Да и особой разницы, наверное, в качестве тоже не будет заметно. В 4К тоже все очень четкое. Да, все очень-очень четкое. Сейчас у меня иносик в 4К на максимальной яркости экран установлен. Проверка звука. Сейчас у меня почти максимальный звук был. Вот сейчас максималочка. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Чуть перемотаю. Да, звук идет из этих динамиков, из нижних. Ой, точнее из клавиатурных. Вот здесь возле клавиатуры. Ну и снизу тоже. Отсюда звук идет. Отсюда погромче даже. Я бы, знаете, даже не стал бы никакие колонки до него докупать. Можно даже со встроенными динамики сидеть спокойно дома. Фильмы смотреть. Этого звука будет достаточно для домашнего потребления. Для домашнего использования. Звук громкий. Итак, ну и аккумулятор. Аккумулятор здесь 65 Вт. Быстрая зарядка. 70 Вт. В час. И благодаря такой батарее ноутбук может весь день работать одного заряда. Максимальная автономность это 13 часов. Полноценные работы, беспрерывные работы 13 часов. И мощная быстрая зарядка 65 Вт. Она способна на 40% зарядить быстрее ноутбук по сравнению с предыдущими моделями. И она стала более чем на 50% компактнее предыдущих зарядных устройств. То есть ее удобно носить с собой даже в кармане джинс. Даже в кармане штанов. Можно просто в карман засунуть и все. В настройках Windows можно посмотреть различные советы. Как еще улучшить энергопотребление. Как его оптимизировать. Что включить, что выключить. Есть несколько режимов работы здесь. То есть сбалансированный, производительный. Эффективный. Максимальная эффективность. Ну максимальная производительность следует включать для игр. Сбалансированный для обычного режима. Максимальная эффективность это когда уже мало батареи остается. Не хватает. И есть режим экономии заряда. Можно его автоматически включить. Допустим при достижении аккумулятора определенного значения. Например 20% остается. Он у вас автоматически переходит в экономию заряда. Вот. У меня сейчас тоже функция включена. Есть график использования батареи. Можно посмотреть как у вас расходовалась батарея конкретно. В общем интерфейс похож на то, что мы видим в обычных смартфонах. Примерно все то же самое. Итого. Вот такой вот получился ноутбук от компании Tecno Megabook S1. Крутой, мощный, стильный, тонкий и легкий. Самое главное, что легкий. Ну и конечно же с крутыми фишками. Такими как сканер отпечатков. Такими как Full HD камера. И интересный, красивый дизайн в металлическом корпусе. Классный ноутбук. Ссылка будет в описании. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. До скорых встреч. И пока-пока. Чао.